Всем привет, ребят, с вами GoBzor.com. Как мне кажется, спор, что лучше консоли или ПК будет вечен. Одни говорят об универсальности, высоком уровне быстродействия, большом выборе игр, другие напирают на меньшую стоимость самой системы, оптимизацию игр и возможность поиграть на диване после работы с друзьями. Хотя с последним утвердением можно не согласиться. Удобно поиграть на диване можно и с компьютером, подключив к нему джойстик. Причем можно даже собрать компактную систему, которая по габаритам будет сопоставима с Xbox или PlayStation. Сегодня мы протестируем проводной геймпад Speedlink Unix Pro. Вариант для тех, кто ищет беспроблемный в плане подключения геймпад с отсутствием капризов с зарядом аккумулятора. Цены на него и магазины в описании к этому видео по ссылке. Поставляется он в компактной коробке с традиционным для этого производителя оформлением. Приведены подробные данные по технологиям, преимуществам и характеристикам. Комплектация включает кабель подключения, инструкцию и гарантийный талон. Внешний Speedlink Unix Pro ближе к геймпаду от Xbox, чем к PlayStation. Сборка качественная, выполнена добротно. Он идет с проводным подключением. Кабель съемный в дальнейшем при случайных повреждениях. Его может быть просто заменить или выбрать, например, подлиннее. Основной материал корпуса пластик. Сочетается поверхностью с матовой и глянцевой текстурой. Все детали хорошо подогнаны друг к другу. В руках он лежит комфортно, не выскальзывает. Ничего не мешает, все кнопки находятся в пределах быстрой доступности. Кнопки нажимаются мягко и бесшумно. Дополнительно к четырем буквенам есть раздельная крестовина. Нажимаются легко, ложные клики сведены к минимуму. Аналоговые стики с резиновыми накладками. В ход туго есть тактильная дача и понимание позиционирования. Четыре триггера под указательные пальцы тугие. С обратной стороны есть четыре дополнительные кнопки, которых нет у контроллера Xbox. Плюс еще две кнопки по краям от кабеля подключения. В сумме шесть дополнительных кнопок, на которые можно повесить макросы. Да, на геймпад тоже можно вешать макросы. Центральная кнопка здесь подсвечивается с логотипом, буквенные кнопки и основание стиков. Мягкая красная подсветка не отвлекает. При желании вообще можно отключить. В комплекте идет двухметровый защитный кабель оплеткой на конце microUSB. Подключение к системе Windows 10 не требует установки драйвера. Он определяется автоматически, как Xbox 360 контроллер для Windows. Для более ранних систем можно загрузить ПО с официального сайта. Сам геймпад Speedlink Unix может работать в двух режимах. Это IPXPUT и Direct Input. Переключатели между ними находятся на обратной стороне корпуса. Такой выбор будет полезен для игры в старые проекты. Отдельного ПО не предусмотрено, но на сроке все же поддерживается. Проводятся они при помощи двух переключателей на боковом торце. Информация выводится на компактный монохромный дисплей, сменяя логотип на текущие данные. Можно менять действия дополнительных кнопок, менять чувствительность, триггеров, стиков, выключать подсветку и даже записывать собственные макросы. Например, любители Mortal Kombat и других файтингов могут забить туда фаталити или часто используемые комбо-приемы. Классическая форма и правильное расположение всех кнопок, триггеров и стиков не требует времени на освоение и привыкание. К весомым плюсам отнесем отсутствие необходимости тратить время на начальную настройку. С актуальной версией Windows 10 все работает сразу после подключения. Также большинство игр сразу распознают подключенный геймпад. Проблем с теми проектами, которые нам интересно, не возникло. Например, игра Batman Arkham Knight после завершения сюжетной линии с помощью Speedlink QNX Pro мы смогли пройти ряд дополнительных заданий, которые доставляли трудности с парой с клавиатурой и мышкой. Освоение управления не заняло много времени. В игре хорошо продуманные подсказки по управлению, включая комбо-приемы. Сразу распознала геймпад и игра Shadow of Mordor. Тут также не возникло проблем с переходом на новое управление. Тут важно отметить, что длительного опыта игры на консолях у меня нет, но и это не мешало управлять геймпадом. В файтинге тут, конечно, преимущество геймпадов очевидно. В Mortal Kombat Complete Edition можно играть вдвоем. Один на клавиатуре, второй на геймпаде. Или приобрести просто два геймпада. За счет того, что корпус идет без встроенной батарейки, уменьшен общий вес. Длительные игровые сессии не создают усталости в руках. Работает практически бесшумно. По совокупности характеристик, функциональности, качества, исполнения и стоимости, Speedlink QNX Pro один из лучших геймпадов под Windows. Поддержка двух разных режимов работы, встроенный дисплей, возможности настройки с профилями и макросами. К нюансам отнесем проводное подключение. У него есть как свои плюсы, так и минусы. Здесь надо уже решать в зависимости от удаленности от монитора и ПК, и ваших личных предпочтений. На стороне провода отсутствие проблемы с автономностью, минимальные задержки ввода и легкий вес. С удовольствием обсудим с вами геймпад Speedlink QNX Pro в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока.